денис приветствую тебя всем привет наша традиционная для четверга точнее для пятницы оговорился обычных наш с тобой эфиры проходят четверг но вот из-за некоторой заминки скажем так технической перенесли с тобой на пятницу и сейчас возвращаемся в наш привычный режим то есть будем выходить в эфир как и было раньше каждый четверг и озвучивать самые актуальные интересные рыночные возможности тебе традиционно огромное спасибо что смог на это время подключиться обсудить со мной рынок я предлагаю сегодня один из поскольку на этой неделе были данные по инфляции очень важный отчет для рынка посмотреть на то как повел себя как раз американский доллар потому что это один из столбов опять же каждой торговой идеи который есть на рынке потому что нужно прежде всего понимать что ожидать от курса американского доллара и в принципе остальное все уже приложится можем посмотреть также для разнообразия и для как бы такого широкого разброса нашего внимания по всем сегментам рынка можем на золото обратить внимание и если есть хорошие либо интересные паттерны вообще и действия стороны по рынку нефти можем затронуть и нефтянку тоже как тебе такой ассортимент инструментов я только за ну супер давай тогда традиционно начнем с меня индекс доллара момент текущей котировки сто четыре точка двадцать девять в целом если вспомнить как рынка отреагировал на данные по инфляции во вторник конечно же стало очевидно что есть основания для укрепления позиции доллара потому что на рост доллара он сейчас ассоциируется с идеей того что американский регулятор будет откладываться первое снижение ключевой процентной ставки то есть если раньше скажем чуть больше месяца назад были всерьез обоснованы опять же ожидания того что это корректировка монетарной политики может произойти в марте сейчас мы понимаем что шансы на это ничтожны малы меньше десяти процентов и с такой вероятностью даже не стоит работать поэтому мы благополучно смотрим уже на заседание позже это на майское заседание и здесь тоже нюанс следующем что вероятность снижения процентной ставки в май сейчас оценивается тридцать четыре с половиной процента и я допускаю что сегодня когда выйдут данные по индексу цен производителей конечно же вот это мнение рынка может очень сильно измениться три четыре шесть процента три четыре пять это тоже очень низкий показатель поэтому я думаю что в текущих условиях можно уже и даже мая не обсуждать а смотреть на следующее заседание которое состоится в июне 12 июня и вот аналитики бэнк америка считает что вот в июне ставка действительно может быть снижена короче те кто рассматривал индекс доллара как инструмент на долгосрока в плане роста у них удалось им удалось выиграть время то есть на ближайшие пару месяцев фундаментальный фон скорее всего будет поговорить тому чтобы американская валюта вышла на новые максимумы какое-то время там подержаться во вторник мы увидели по сути задир очень плотную к уровню 105 потом последовала коррекция но я будучи оптимистом в отношении индексы доллара считаю что когда выйдут сегодня данные по индексу цен производителей это может быть звучит витиевато но на самом деле это инфляция та же самая просто промышленное и проявление то есть это показатель который тоже будет влиять на действия дизерва если уж мы увидели такую острую реакцию рынка на данные по инфляции во вторник то сегодняшний отсчет тоже вряд ли будет проигнорирован и также как и в ситуации с вторником я допускал что будет какой-то сюрприз в этих данных и принципе мы увидели что инфляция может быть и снизилась основной показатель но не так сильно как пронозировали спирта базовый на потребительских цен вовсе остался на прежнем уровне 39 процентов сегодня похожие как бы сюрпризы я ожидаю от промышленной инфляции допускаю что под конец текущей торговой недели как бы не хотелось уже выдохнуть и воспользоваться эффектом пятницы когда можно уже готовиться к выходным будет наверное неплохая движуха как говорит молодежь и волатильности поэтому по индексу доллара я сохраняю бычий взгляд и считаю что выше 105 точнее 104 50 вот в ближайшие часы мы можем забраться так что касается золота по золоту ты знаешь я скептик во первых на своих брифингах я ранее рекомендовал золото шортить потому что предлагал как раз идея укрепления позиции доллара и отмечал что золото не может расти когда повышается доходность американских облигаций тех же самых эталонных десятилетних трежерис сейчас ситуация следующая мы с азиатской сессии видим как трежерис растут текущие показатели доходности четыре двадцать семь сотых это практически вблизи максимумов которые были сфиксированы после выхода данных по инфляции это же максимум с ноября прошлого года просто рынок так устроен между долларом трежерис и золотом действует обратная корреляция и если где-то там можно еще поспорить насколько высока эта корреляция между индексом доллара и золотом 100 стрежерис мне кажется все однозначно если они растут то на рынке возникает перераспределение глобальным институционалом институционального капитала когда большим спросом начинают пользоваться именно облигации ну хотя бы только лишь потому что они приносят больше доход и по этой причине я думаю что вот та коррекция которая развилась после выхода данных по инфляции когда мы просили в район 1985 долларов за тройскую унцию это просто коррекция и золото может обновить локальные минимумы и уйти там в район 1970 долларов за тройскую унцию сегодня кстати я думаю что когда выйдет отчет по промышленной инфляции как раз вот эта тенденция может измениться и в конечном счете инициатива снова перейдет к продавца а и что касается рынка нефти здесь у меня знаешь такое фанатичное это на самом деле плохо когда ты настолько веришь в отработку какой-то идеи что может быть не замечаешь какие-то факторы которые могут иначе направлять на динамику но на мой взгляд если оценивать перспективы рынка нефти то сейчас касаясь ближневосточного фона это то самое событие которое уже миллиард раз было заложено в котировке ну и сколько можно на одном и том же пундаменте ролировать неважно в каком направлении в данном случае ближневосточные риски конечно же подогревали интерес нефтянки но рынок настойчиво игнорирует факторы которые должны были уже притопить позиции нефтянки это значительный рост доллара это значительный рост запасов нефти сша ты помнишь последний отчет администрации энергетической информации запасы выросли на 12 миллионов баррелей это вообще один из самых высоких уровней я за последние полгода и все это конечно же является следствием того что за запасы накапливаются потому что сша уже вышли на рекордные уровни добычи правда уже давно и в планах у них наращивать производство нефти дальше потому что их главная задача все-таки создать условия при которых котировки нефти на мировом и потом уже на внутреннем рынке будут снижаться это важная тема перед выборами обеспечить снижение цен на топливо потому что только это может улучшить настроение потребителей этот фактор по запасам игнорируется и вчерашний еще доклад от международного этического агентства о том что прогноз расспроса на нефть будет ухудшен но он в принципе уже ухудшен почему-то тоже не нашло своего отражения в котировках нефти я допускаю что вот этот оптимизм который сохраняет сейчас на площадках он вряд ли продержится долго поэтому остаюсь убежденным в том что очень быстро нефть может перейти к снижению и снова оказаться ниже 80 долларов за бар так где не слово тебе так отлично думаю меня уже видно а после такого небольшого нашего перерыва хочется прям вот много всего и показать и рассказать у нас тайминг поэтому поэтому значит под этим инструментом который только что фундаментальный разобрал здесь я полностью на этот раз у нас тобой синергия потому что последний пару раз были такие вот разногласия а вот сейчас я согласен но это видно принципе по сделкам дело в том что евро у нас при возврате хоть и залили весьма крупный точечный объем внизу вот здесь вот при падении но это принципе неудивительно там достаточно сильно опционные барьеры были у нас и сейчас вот при возврате вверх мы фактически уперлись в одну вторую маржинальную зону и здесь потихоньку начинают заливать уже недельные хенджи но недельные хенджи у нас будут экспирироваться когда они будут экспирироваться у нас сегодня 16 февраля поэтому локально закидывать выше я лично считаю но это крайне невыгодно будет маркета потому что придется все таки из своего кармана еще платить плюс в рамках вот нисходящего канала уточненного находится на движение цены и такую еще трендовый накинул на всякий случай короче если все это обобщить то у нас именно по опционам огромные заливки сделаны вблизи вот 106 25 106 50 то есть такого диапазон где вот прям очень крупные ожидания есть у больших рыночных участников и я думаю что именно туда вот в течение где-то следующей недели цена реально может прийти вот так что я лично здесь за продолжение снижения и сейчас мы практически находимся в области достаточно хорошего профиля то есть здесь у нас есть так локально брать то объемчик профильные есть одна вторая маржа есть сопротивление есть зоны есть проталкивающий объем тоже был и в общем я пока отсюда целюсь на продажу если смотреть в противовес на индекс доллара то у нас по индексу единственный момент который меня смущает в плане дальнейшего роста это то что цена уперлась в очень сильное сопротивление уровневое то есть вот у нас уровень который в районе вот 104 60 с противоположной стороны который был сформирован слева от него уровень его цена видел достаточно плохо да сделали там небольшую погрешность вниз но потом после этого мощный возврат вверх теперь этот же его сосед уровень с обратной стороны то же самое у нас происходит сейчас получается такой ложный пробой его вверх и откат вниз и тут вот самый главный вопрос смогут ли продолжить дальше вниз или нет почему дело в том что сейчас мы первые просто в область накопления самую ближайшую и по классике как бы чаще всего подобные вещи они отрабатывают в плане дальнейшего отскока дальнейшего роста еще такую трендовую накинул но вот по ней видно прямо четко в нее точечно ударились и реально могут сегодня отскочить тем более я просматривал те отчеты которые у нас есть полу паром инфляции то судя судя по всему у нас будет сегодня то что сыграет скажем на руку доллара то есть укрепиться ожидание того что как раз ставку сейчас уже там сколько около 63 процента повышение по не понижение в июне месяца поэтому сегодня могут эти данные подтвердите если действительно так произойдет и мы увидим импульс вверх по индексу доллара и в то же самое время у нас по евро нисходящее движение продолжится что касается золота по золоту есть один скользкий момент это у нас контракт уже потихонечку на торговка в нем сделано хотя бы пару недель поэтому можем смотреть на объемы здесь какой-то аномальнейший точный объем был залит получается по цене вот самом низу как правило такие движения они чаще всего чреваты проталкиванием но я смотрю что нет нету дальнейшей реакции это очень странно то есть либо это такой очень извращенный будет момент кульминации но обычно кульминации очень редко так формируется вот и тогда мы увидим вот нисходящее движение вниз вот к этой области которые достаточно давно уже жду правда продажами не дождался немножко раньше на 2000 пофиксировал по вот этому минимуму по поддержке но тем не менее здесь я буду лично смотреть на продажи тогда когда цена если она сможет есть вдруг что-то сегодня такое эдакое произойдет что буду выбиваться из плана и цена сможет закрепиться где-то в районе 2020-2030 вот тогда оттуда я буду смотреть продажи в общем локально мне лично все одно впечатление что мы будем добивать ниже и глядя на общую структуру движения у нас но пока нету какой-то серьезной заготовки в плане в плане дальнейшего роста по опционам да понятно что больше полов но здесь и хеджа достаточно много поэтому это вовсе не означает что цена там обязана расти и особенно если вот по индексу доллара у нас сегодня нас сегодня порадуют ростом то соответственно и золото порадует падением здесь у нас и контрольном манжа и локальный уровень и вот в опционы уперлись тоже локальный отскок сделали но для хорошего разворотки хотя бы нужен ретест а лучше даже обновление минимума но тем более внизу там есть куда еще падать в общем я за продаж либо с текущих либо добой вот здесь вот чуть повыше но отсюда конечно будет поинтереснее потому что прям очень классный тогда потенциал пунктов на 400 при относительном стопе там пунктов 100 это идеально вот ну посмотрим и что касается нефти нефть а я бычу достаточно уже то чтобы давненько но еще вот это было опять в общем со второго две недели с со 2 февраля большая часть сделки уже закрыта была то есть я кусочками частично закрывал пум по мере роста и глядя на то как сейчас проторговаться объем ноги у нас в чате даже писали вот мол огромный объем залит это скорее всего кульминация спешу напомнить здесь у нас произошел переход на новый контракт объемы по вертикали видно только-только начинают заходить и поэтому следовательно нет смысла смотреть пока еще точные объемы мы перескочили сейчас на апрельский контракт у нас формально экспирация мартовского будет 20 20 февраля но там уже объемы мизерный открытый интерес весь перешел на апрельский именно поэтому мы сейчас смотрим апрельский контракт как правило первую неделю апрельского контракта на точные объемы внимания не обращаем по простой причине что они только начинают на торговаться и будут отображаться чуть ли не в каждой свечке в общем по нефти я ожидаю все-таки продолжение роста дамы уперлись там локально в контрольную маржу сопротивления здесь опционная есть заливка и локальное сопротивление но я думаю все-таки выше 79 по нефти марки vti мы можем уйти и потенциально цель там гораздо выше находятся то есть там какую-то коррекцию вниз могут нам еще оформить там пока сложно сказать потому что здесь нет учет четких зон для этого и потом уже только после этого по и пойдем снова вверх пока ориентировочно ставлю цель в районе 80 вот он 80 долларов за баррель ну вот ну учитывайте что выше там есть еще и 81 с половиной это вот по этому экстремуму вот тоже такие локальные там в районе 79 с половиной 80 короче есть еще куда расти поэтому я думаю что финальный добой вверх у нас еще скорее всего состоится поэтому нефть пока что локально я смотрю на рост но с остальное она сама по себе принципе доллара не сильно зависит а вот остальное там в плане золото или евро все таки смотрю на ослабление следовательно на укрепление индекса доллара денис спасибо тебе за рекомендации ждем сегодняшний отчет по инфициент производителей я думаю что он внесет опять же определенную лепту волатильности добавит интерес к торгам ну а мы с тобой учитывая что так по общему смотрим на тенденцию и ожидание того что можно произойти с долларом вернемся к американцу на следующую неделю четверг и я думаю что у нас будет с тобой возможность говорить о том что мы оказались правы когда прогнозировали дальнейший рост и укрепление этого инструмента спасибо тебе денис еще раз тоже тогда хорошего закрытия недели ну и традиционно классных выходных до супер тебе тебе и нашим подписчикам тоже за им на главное что сегодня все отработалось и можно гулять это точно спасибо на связи спасибо пока пока